Привет, друзья! Наш первый проект мигалки светодиодом, встроенным в плату F103-C8-T6. Запускаем KubeMX и заходим в Access to MCU Selector. Напоминаю, что в кубе мы конфигурируем пины, частоты, периферию и еще много чего, после чего он генерирует проект с нашими предустановками. Вводим 103, выбираем нашу плату, тыкаем по ней двойным тычком. Приближаем наш чип поближе, чтобы видеть пины разборчиво, светодиод висит на PC13, убираем режим Output. В настройках пина выставляем начальное значение, режим работы с открытым коллектором, что такое OpenDrain, я расскажу позже. Подтяжку к плюсу и название, как он будет называться в программе, LED. В SystemCore в разделе Sys выбираем режим отладки SerialWire. Это те самые ноги SV-CLC и SV-DIO на программаторе ST-Link. В настройках тактирования по умолчанию стоит частота процессора 8 МГц. Мало. Изменение множителя ставим 64, часть периферии становится красной. Справляем это делителем. В Project Manager в настройках среды разработки ставим MMDK ARM. Это значит проект будет под кейл. Название ставим LES1. Я знаю, что пока вам мало что понятно. Это нормально, не пугайтесь. Постепенно все разложится по полочкам. В других настройках ничего менять не надо. Жмем сгенерировать проект. Пока мы настроили все что нужно, самое важное для нашего урока это PIN PC13, на котором у нашей платы висит светодиод. Подключим нашу плату. Плата прошивается и отлаживается программатором ST-Link. Это тот, который похож на флешку. Важно не путать пины. Их четыре. CLC, DIO, 3.3V и GND. На STM они всегда подписаны на платах контроллеров. Обычно минус, он же земля, соединяют черным проводом, плюс красным. Дальше кто как. Я клоки делаю белым сигналы любым другим. Чтобы у вас не доставали провода, особенно вот эти дубовые, покупные. Я советую спаять 30-ти сантиметровый длинный провод для соединения платы и программатора. Это позволит держать программатор подальше от платы. Он не будет путаться, цепляться и всячески доставлять неудобства. Вернемся к кубу. Жмем Open Project. Открывается Kale. Наш основной файл проекта MANC лежит в разделе Application User Core. Находим. Открываем. Кстати, нажимая Ctrl и крутя колесо мыши, мы меняем размер шрифта. Теперь, когда буквы стали больше, посмотрим, что нам нагенерировал kubemix. В основном это всякие инициализации. HAL, CLOKEY, GPIO. Вот, например, видны наши множители, которые мы ставили. В общем, как-то так. Вот мы конфигурировали PIN. Там начальное значение, название. Режим OD, Open Drain. Подтяжка к плюсу и так далее. Ну, собственно, все. Как бы без куба, мы бы это писали руками сами. Main. Основная функция. В ней кроме инициализации, размещается вызов программы, которую мы с вами напишем. Все крутится внутри вайла. Нажимая Ctrl и пробел после слова HAL, мы получаем список функций, которые начинаются на HAL. То есть, Ctrl и пробел очень удобное сочетание клавиш. Советую запомнить. Вводим, собственно, наши моргательные команды. HAL.GPO.WritePin. Потом номер порта. Точнее порт. Это ledGPO порт. LedPin. И что мы с ним будем делать. GPO.Pin. Чего-то там. Ресет. HAL.Delay. Задержку ставим. 500 миллисекунд. Теперь копипастим эти две строчки и модифицируем их. Первая его включает, вторая будет выключать. То есть, GPO Pin Reset меняем на GPO Pin Set. Нажимаем F7 для компиляции. Почему диод загорается, когда мы выключаем PIN. И включается, когда выключаем PIN. Потому что в состоянии входа включен. Выход притянут к земле. В состоянии выключен. Мы его отпускаем. И ток течет через диод, через подтяжечный к плюсу резистор. После компиляции, чтобы запустить программу, нажимаем Ctrl F5. У меня плата китайская, поддельная. Поэтому будет выдаваться окошечко. Надо будет нажимать ОК. Окно с диассимулированным кодом будет мешать просмотру основного кода. Перенесем его влево. Желтая стрелка это точка останова. Жмем F5, чтобы продолжить выполнение нашей программы. Все получилось. Диод мигает. Вам пока не ясно, что за функции. Почему они так называются. Какие есть еще. Не забивайте голову. Все это вы узнаете позже. Но не будем останавливаться, изучим пару приемов. Попробуем поставить точку останова. Для этого нажимаем F9. Нажимаем F10. Понадобится при отладке программ. Программа остановилась в ней. Продолжим пошаговую отладку. Нажимаем F10. И переходим к следующей команде. Каждый раз, когда вы жмете F10, выполняется команда напротив желтой стрелки. И переходит к следующей. Теперь попробуем как бы провалиться внутрь функции. Посмотреть как она работает. Для этого жмем F11. И попадаем внутрь функции. В начале там идет проверка параметров. Затем IF. В этом IF просто пишется в регистр либо код пина. Либо сдвинутый на 16 код пина. Все это можно посмотреть в даташите. Итак, мы создали проект мигалки. Узнали важные горячие клавиши. На этом пока все. Всем спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Пока. Ставьте лайки. Пока. Продолжение следует...